Всем привет, с вами Илья Слейт и Супер Ёлка, такая же красивая, как и я. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда ты сможешь сказать своему компьютеру, а поработай-ка сегодня за меня, нарисуй мне новый рекламный баннер, а то начальник задолбал. А день этот настал по-настоящему, последние два года можно смело назвать периодом развития графических нейронок. На свет появились сразу несколько проектов, главный хайп наделал, конечно же, Дали-2 еще в январе 2021 года. Сейчас к нему присоединилась Миджорни, старый, какой-то старый, не знаю, дед, наверное, Дрим, Гауган. Приложение для обработки фоток научилось нейронками создавать вам новые аватарки. И даже анимешника можно из вас сделать прям мгновенно. И, конечно, это все круто. Многие компании вкладывают деньги в развитие пресетов на основе нейронных сетей. Крутейших сервисов появляется все больше. Пользователи создают классные картинки, ставят их себе на аватарки, выкладывают в альбомы, которыми делятся с друзьями. А журналисты обещают скорейшую смерть профессии дизайнера. Врут, конечно же. Но дизайнеры теперь тоже используют нейронки в своей работе. Но сегодня мы не будем грузить вас всей академической информацией и теории о нейронных сетях, как они работают. Новый год все-таки, да? Поэтому предлагаю вместе с вами попробовать самые интересные из этих самых нейронных сетей, которые создают картинки. И, собственно, вместе с вами создать изображения, которые поднимут вам и нам настроение в новом году. С вами Илья Слэйт. Будет интересно. Поехали. Начнем мы со среднего путешествия. Midjourney. Команду углавляет создатель LipMotion. Бета-тест стартанул в июле 2022. Есть возможность скрещивать картинки или додумывать имеющиеся. Использовать нейронку нужно через Discord. Но у них есть сайт, на котором можно находить работы других, смотреть топ, в чатике искать свои результаты с непривычки, потому что, может быть, не очень удобно. Но касаемо качества изображений вопросов нет. По первому запросу нейронка генерирует 4 изображения. Затем их можно сгенерировать заново или прообскелить выбранные. Результаты сохраняются на сайте. Подписка стоит от 8 долларов в месяц при оплате на год. Короче, погнали. Сгенерим что-нибудь. Я зарегался, зашел в канал для новичков. Вот у нас тут сразу кто-то красивенький. Здорово, как тебя зовут? У нас Илон Маск в тренде сейчас, да? Давай, Илон Маск в России в 1986 пусть будет. На кухне, получается, да? Советской. Совет Юнион. Я всегда добавляю лучшая линза. Четкость. Четкость по-другому. 4К. 8К, естественно. Потому что у нас нужно, чтобы все четко было. Бокех. Все, погнали. О-о-о-о! Мне нравится, что он в столовой. И он пьет этот. Блин, это сначала было какао из наших старых школ. Блин, последняя фотка просто, я не знаю, я все за нее продам. Выбираем апскейл последний. Вот оно. Но он уже не похож на Илона Маска. Если бы Илон Маск родился в России и пил чай, мне нравится, сколько у него пальцев. И мне нравится, что у него две сигареты друг в друг. Ладно. Мы хотели по новогодним фоткам пойти. До этого я подготовился. И взял наши скриншоты с видосиков. То есть у нас тут есть три замечательных персонажа с нашего канала. Все на месте. И мы сейчас эти фотографии будем скармливать Миджорни и пытаться сделать их новогодними. Ну, начнем с меня, чтобы далеко не ходить. Все, смотри. Салат новогодний. Первый. Я даже себя заапскейлил. Вот. В принципе, если я выпью сейчас... На строке поиска висит гирлянда. И за ним елка. Я, короче, не знаю, что происходит. Пишите ваши варианты в комментариях. Теперь делаем Жеку. Но я, кстати, скажу наперед. Я пробовал в другой нейросети авансом. И вот такой вот Валентин с Жексаком у меня получился в первом случае. Вот такой немножко обдолбанный Валентин с Жексаком во втором. Это какой-то молодой бородатый Жека, если бы он не вырос. А дальше просто брутализм. Дальше, я не знаю. Это вот просто, ну... Это вообще не Жека. Но согласись, да? Это Жека-дровосек. Я просто ввел лес. И появилось вот это. Ну, тут смех смехом, а вот это я. Мне это напоминает Кима Кицураги из диска Элизиума больше. И вопрос, почему у меня одна перемотанная рука. Я, скорее всего, спортсмен. А микрофон в форме подсвечника. Это отдельная тема. Главное, что я опоздал. Внизу написано. Так, уже, уже, уже близко. Мне нравятся солнечные очки. Так. Какой Жек? Жека. Справа наверху чувак из мультика. Этот, блин, в черной футболке. Девский мультик на Никелодионе. Супер этот. Итак, вот он. Жека Сенин, если бы его отцом был Роман Трофтенберг. Ну и Вадим. О, погнали, погнали, погнали. Справа наверху, чувствуешь, да? Слушай, ну хорош, хорош. Не, давай, вторую заапскейлем. Тоже. Или даже четвертую. Четвертая такая мультяшная получилась. Давай для разнообразия четвертую. Не, ты понял, да? И вообще другой человек сразу. И что? И не похож. Блин, Вадим, ксарян. Ну, правда. Давайте напоследок просто ламповую новогоднюю картиночку, да? Чтобы просто разделить атмосферку замечательных праздничных дней. Да? Что ты тут пустишь? Давайте елка, гаджеты, смартфоны. Вот это, я думаю, будет прям ламповая такая технокартинка. Просто бомба, смотри. Все, третий. Однозначно. Будь я дизайнером, я бы прямо использовал где-нибудь. Идем дальше. Дрим от Вомба. Создателей того самого приложения, где ты даешь ему фотку, и персонажи на ней начинают петь песни с ТикТока. Крипово двигая глазами при этом. Тут все максимально просто. Платить ничего не нужно. Открываешь сайт или приложение на iOS или Android, пишешь запрос, выбираешь стиль и получаешь картинку. Подписка есть, стоит 10 баксов, и по сути не особо нужна, но там дополнительные ништяки или ускорение генерации. По сути, картинки можно генерить и так. Изображения при этом получаются вертикальные, она знает известных людей, от чего намного интереснее. Тут мы сейчас зависнем. Раньше я сохранял результат с Watermark, и сейчас, кстати, нет. Можно скармливать свои картинки. Правда, сохранить ваше конкретное лицо у нейронки обычно не получается, но тем не менее. Погнали. Здесь мы снова выбираем картинку. Начнем, опять же, с меня. Запрос у нас пусть будет тот же для разминочки. Новый год, Крисмос 3, все четко. Здесь у нас одна картинка. Быстренько прям смотри. Опа, и очень похож на меня. Да, согласен? Почему он сидит вот так? Это какой-то агент. Здесь можно настроить, насколько картинка будет сохраняться. И давай попробуем поставить сильный эффект. То есть картинка сейчас должна сохраниться максимально. И как ты видишь, да, у нас действительно много чего сохранилось. Я уснул. Но здесь я хотя бы похож на себя. Правда, пишусь на микрофон из мешка подарочного почему-то. Давай сразу еще. Благо, он здесь очень быстро это делает. Так, 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 так. Вот это меня покосило. Мне нравится рюмка. Это какой-то крутой фужер прям новогодний получается. Почему? Я опять афро-мерихайдс еще больше. Это Дэнвил Вашингтон, который просто в шоке вообще. Нет, я стану девчонкой. Просто зачем? Почему? Почему? Ну, кстати, неплохой. Мне нравится. Теперь оторвемся на Жеке. Так, выбираем фотку. Давай напишем фюр. Мех. Розовый. Давайте попробуем убрать сильное ориентирование на фотографию. Во, вот это уже да. Но Жека не Жека теперь. Ну, кстати, кстати, довольно неплохо. Давайте, да, у нас не получаются аватарки. Почему у него жопа вместо лица? Извините, аватар напишем. Он воспринял аватар не совсем как аватар. Он... Жека, почему у тебя сиськи? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай напишем... Политишн? Конгресс, как пишется? Конгресс, наверное, вот так. Хрен его. Я не знаю английский. Помогите мне. Нет, он просто сделал из него... Ха-ха. Ой. Если вы велосоком родился в Грузии. Вадим, дошло дело до тебя. Вот так возьмем. Советский Союз, старый, пленка, грязь, город. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот это уже похоже на старенькую фотографию. Правда, и Вадим постарел. Свечка, хлебушек и тюрьма. Зато с розовым покрывалом. Стильно. Попробуем на фотку ориентироваться среднячком. Это какой-то Варламов получился. Нет, давай еще разок. Ну, у нас уже пошло, да, уже видно на фоне знакомые питерские дворы. Но вот от Вадима мало что осталось, к сожалению. О, вот он, вор в законе. Сразу у нас появился, да, этот знаменитый велюровый пиджак. Какой он там, красный, розовый. Да, золотая цепочка. Все вместе. Это, давай, если бы дальними родственниками Вадима были люди из 90-х, а они были, наверное, напиши нам, то они были бы вот такими. Но эта нейронка хороша еще тем, что сюда можно написать любую знаменитость. Давайте возьмем с потолка. Ну, опять же, у нас канал про гаджеты. У нас есть Илон Маск. Давай напишем Илон Маск. Мой тарелки в Советском Союзе, да. Ну, а как? Если бы у Илона жизнь сложилась бы иначе, а могло случиться все. Пожалуйста, вот это уже пошло. Здорово. Дали мне на заводе, знаешь, за выслугу труда электрик-монтажник со стажем Евлампий Матвеевич. Евлампий Матвеевич. Гениально я придумал. Еще вариация на тему, да. Это с другом, получается. Друг помогает третьей рукой. Да, кран, очень модный кран, однозначно. Ну, а как? Выживали как могли, понимаешь? Еда по талонам. Приготовил супчика. Накрасил губки, приготовил супчика, ждет жену. О, черно-белая, черно-белая. Чуваки, чуваки, вот она. Почему он расстегивает ширинку? Он решил кого-то воспитать, судя по всему. Может быть, он снимает ремень, чтобы показать, как бы, да, кто в доме хозяин. Кто на самом деле построит электромобиль. Так, давай последнюю с Илоном, а то я не могу остановиться. Тут реально каждая следующая, лучшая предыдущая. А это презентация. Новая стиральная машина компании Тесла. Давай будем, если это Советский Союз, это будет Сесла тогда. Как сусло, только Сесла. А давай его добавим кому-нибудь. Давай, кто у нас известный футболист? Роналда возьмем, да? Подожди, кто у нас, Костян, сейчас был в Аргентине, победил всех, самый известный футболист? Месси? Давай. Ошибка, ты видел? Кто из них Месси остался? Осталось выяснить. Ну, на футболке МСИА нам нужен Стив Джобс. Ребят, нам нужен Тим Кук и Стив Джобс. Я написал Тим Кук со Стивом Джобсом. Я не знаю, почему их здесь два, но... А вот уже пошел Тим Кук. У нас было два Стива Джобса, теперь два Тима Кука. Тима Кука. А вот они, собственно, да. Уже на презентации нового советского телефона. А давай, подожди, точно, нам нужен гаджет. Нам нужен гаджет, который создал Стив Джобс в Советском Союзе. Правда, почему арабская вязь? Возможно, мы ориентировались еще тогда на страны, да? Во, вот такое было уже у моего деда. Костян, смотри, ты пользовался таким? Это наш, советский, разработка наша. Это верно? Не, это лучше, это СССР-ту. А вот тут уже что-то интересное. У нас на экране 179 тысяч. Это какая-то русская версия Инстаграма. Вот, ну, грубые формы, да, у нас, мне нравятся. Красные кнопки. Все довольно патриотично получается. Во, а это домашняя версия. Это уже вместо планшета тогда. Надо добавить ковер в описание, я без этого не могу. Реальная фотография. Кто-то уронил советский айфон. А это какой-то аналог айпода, да? Слушай, модно. Мне нравится дизайн. Вдохновлялись, скорее всего, Волгой. А давай попробуем вместо смартфона ноутбук. Ну, это сингпад. Это явно, кто знает, ли новый сингпад. О, это уже что-то современное. Это тоже у нас уже после распада, да? Что-то такое на зеркальце похоже. Но забыли вставить экран. И обратите внимание на классное решение обшить кромку экрана кожей. Причем такой плотной кожей, из которой, мне кажется, сиденья делают на классических автомобилях. Я написал новогодняя елка, но нейросеть решила нафига ее ставить рядом со Стивом Джобсом, да? Когда можно поместить ее на устройство, которое он представляет. Ну и на вот этой фотографии, я думаю, что свомба можно закончить. Это, наверное, самая теплая фотка за сегодня из новогодних и связанных вообще с известными личностями в плане гаджетов и технологий. И елка наша. И сахар наш открывается. Одной елкой, я сахарку, блять, перед сном. Ладно. Переходим к следующей сети. Сонноподобная диффузия. Шучу. Dreamlike Diffusion. Я мастер переводов с английского языка. Декабрьская нейронка. Свежачок. Основана на Stable Diffusion 1.5. Кому это о чем-то говорит. Одна из самых удобных по взаимодействию. Понятный сайт. Максимальный интуитивный интерфейс. История запросов. Выбор изображений. И все такое. Оплата кредитами. То есть закидываете, получаете какое-то количество кредитов. И за каждое изображение определенное количество вычитается. Есть генерация аватарок. Например, из ваших сэмплов. Правда, платно? В этом плане лучше воспользоваться чем-нибудь другим. Давай что-нибудь посмотрим. Кошка с новогодней шапкой. Новогодние котятки. Какая прелесть. Не, вот здесь прям четко, реально. Сразу прям. И сразу пять результатов тебе. И все классные. Хулиган. Русский гопник. Нам нужен русский гопник. А давай напишем с мешком подарков. Русский бандит с мешком подарков. Да, детка, да. Офигеть, класс. Вот это просто вообще вынос мозга. Охренительно. С точки зрения точности запроса и качества финального изображения, это просто что-то нереальное. Здесь ему еще и вмазали, смотри. Нереально. Просто. Ну просто. А это во времена коронавируса было как раз. Но главное, что на стиле, смотри, носочки видно. О, кстати, да. Дед Мороз в русском сервисе. О, да. Ну не совсем, конечно, Россия у нас получилась. Но тем не менее. Вот это прям реально постер, смотри. Такое прям на стену вешай. Его, правда, конечно, надо еще занейронить, чтобы заоскейлить. Ну ты понял. Но не хватает России. Давай вместо Санта-Клауса у нас будет Снежная Королева. Она же есть у них, наверное. Сдавай в магазине. Не совсем Снежная Королева и не совсем продуктовый. Типа она с корзинкой на Красной площади торгует укропчиком. А почему она во всех случаях выглядит прям почти одинаково, но не так, как я ее себе представлял. Здесь можно, кстати, генерить из картинок. Ну-ка давай-ка Жеку засунем. Я бы не сказал, что это похоже на Жеку. Вот он. Мой красавчик. Так, давайте попробуем немножечко меня зановогоднить. Что-то я немножечко похож на Хьюлуи, мне кажется. Но зановогоднил по полной. Тыкай тут ползунки, не тыкай. Рано или поздно ты превратишься в женщину. Окей, Вадим. Добавилось Нового года немножечко, да? Шо ж ты его все состариваешь. А давайте попробуем представить, если бы вместо Саннея у Деда Мороза была Тесла. Вот оно. Причем обрати внимание, что он посчитал, что вот это все тоже Тесла, но Тесла на самом деле здесь всего одна. Но как получилось-то? Да, даже Тесла на Теслу похоже. И Дед Мороз на ней. И подарки у него на месте. Ну, полный комплект, братан, полный комплект. А давай попробуем написать не Санта-Клаус, а Дед Мороз. Он Волга. Ваз. Не важно, в смысле. Вот это уже да. Во-первых, Дед. Во-вторых, Мороз. В-третьих, тут еще и военный Мороз. Смотри, реально. В бушлате каком-то военном прям. Но, слушай, и Волга получилась прям хороша, да? Но мне вот это больше всего нравится. Потому что это, во-первых, пикап. Во-вторых, он с золотой росписью сбоку. И, в-третьих, почему-то у нас Дед Мороз бурят. Я не знаю, почему, но... Но, допустим, значит, у нас будет Пушкин с подарками в Санкт-Петербурге. Он Крисмаст. Братан, почему он милиционер и почему он высовывается из лобаша. Что это такое? Почему он такой непропорциональный? Блин, вот это вообще шедевральная картинка. Просто, чуваки. Сегодня Стив Джобс на Волге с подарками. А почему? Мне на секунду показалось, что он здесь с бутылкой. Но не совсем. Мне нравится, что одна рука в кармане, а он так держит. Что происходит? Вообще непонятно совершенно. Здесь он грустный тоже, понимаешь? А почему у нас... Это, я так понимаю, адмиралтейство, да? Почему оно на корабле? Ну, потому что адмиралтейство, логично. Правильно? Он везде грустный. Почему, если мы создаем известных личностей в Питере, они все грустные? Нет, ладно, вот здесь он загадочный уже. Давай, он будет со смартфонами на рынке. Давай, будет в Москве. Нет, в Рязани. Нет, в Владивосток. Ради этих картинок я сегодня пришел записывать этот видос, друзья. Потому что это просто гениально. Стив Джобс пытается впарить свой новый планшет. Просто я ифон заодно. А это он присел в кафешке. Алло, что с деньгами? Какими деньгами? Я Михаил Павлович Сирентьев. Я тебе сказал, сынок. Что? Ты понял меня? Папа. Ну, а Стив Войсник приехал к Стиву Джобсу помогать, собственно, в это время. Поэтому он у нас на вокзале со смартфонами тоже. Только вот он. А что? А куда? А где? А я дискет... У него почему-то не смартфон, у него огромные флоппи-дискеты пятидюймовые. И он такой, Стив, братан, ты где? Я билет уже купил. Стою тут в очереди, короче. Потом он зашел за шаурмой. Это гениально. Это просто... Он здесь как будто владелец этой шаурмы. Он прям говорит, чувак, купи. А здесь он уже дегустирует. Это пост рекламный, потому что к нам пришел Стив Войсник покушать. Это тоже, смотри. А, это у него день рождения. Он празднует, я так понимаю, две свечки. Два года с открытия шаурмечной. И, судя по всему, кстати, по освещению на вокзале. И сзади уже чуваки в костюмах. То есть серьезная шаурма для серьезных ребят. Почему у него кофе лежит на груди? И как он вообще балансирует с ним? Я не знаю. А здесь просто, ну это гениально. Все, финалочка в этой нейроночке. У нас кончились нафиг все кредиты. Мне хватит только на четыре картинки вместо пяти. Илон Маск, курьер Яндекс.Еды в Москве на самокате. Да! Это топ! Это прям у нас реальный скутер получился. Но Илон торопится отвезти ваши заказики. Правда, заказиков я не вижу, но он прям спешит. Ляшки, правда, отъел, конечно. Наверное, из заказов подъедает немножко. Ой, боже мой, это прекрасно. Ладно. Ну и напоследок нейронка, создающая 3D-модели. Ну, вернее, области точек в пространстве, которые потом уже при желании можно объединить, создав модельку. Но уже самостоятельно и тем, кто умеет. Я лохопед, поэтому давайте создадим что-нибудь 3D-шное. Так как это область точек, и вряд ли это будет похоже прямо на что-то внятное, нам нужно писать что-нибудь смешное. Лошадь-холодильник? Так, ну это не совсем холодильник. Хотя, если поднапрячься, это больше похоже на аквариум, конечно. Давай напишем русская машина. А то что вот эти все моделеры, которые за деньги какие-то сидят там, рисуют по одному треугольничку, вот эти вот пытаются перенести в игру огромную модельку четкую. Зачем? Если есть нейронка, которая сделает все за тебя. Пожалуйста. Хрен его, что разберешь, чувак? Если честно, правда, тут, учитывая количество, можно эту нейронку запихнуть себе локально и с помощью питона запустить, и при наличии нормального железа при определенных параметрах количество точек можно значительно увеличить, и потом это, соответственно, все экспортнуть, потом соединить все это в нормале, и получить плоскости, и, соответственно, получится прямо моделька. Но здесь уже можно разглядеть что-то, да, то есть это какой-то компактный пятидверный хэтчбэк, да, у нас пятая дверь сзади, открывается вертикально, видно. У нас практически выдвижные фары, то есть можно определить. Это какой-то прямо японская классика, японская классика на русский лад. Ну и давай попробуем лягушку. Давай, какую лягушку сделать? Крейзи фрок? Ты думаешь, он его нарисует? Если он его знает, возможно. Гениально. Так, что, где наш крейзи фрок? А почему что? Почему он прозрачный? Ребята, у нас все сломалось. Я сломал 3D-нейронку только что. Ладно, на этой ноте, друзья, будем прощаться. Я впечатлен. Нейронок тьма, как вы уже поняли. Рассказывать про них можно долго, а пробовать еще дольше. Главное знать веселые запросы. Возможно, как-нибудь на следующий Новый год мы повторим. Нейронки все-таки, да, вырастут и станут еще умнее, еще круче. Ну а если я хоть как-то поднял вам настроение, и хоть какая-то картинка вас сегодня зацепила и понравилась, напишите в комментариях, какая. Все, пишите. С Новым годом вас. Ставьте лайки, подписывайтесь. А я посмотрю, как выглядит крейзи фрок в 3D второй раз. Да, именно так. Да, я прям вспоминаю. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. С серой жопой сзади огромной. Да, все правильно, вот он. Ноги человеческие, рук нет. Похож на шлем зеленого цвета. Все, да. Лайк за такого крейзи фрога. А с вами был Илья Слей. Всем удачи. Хорошего дня. С Новым годом. Хорошего настроения. И пока-пока. С Новым годом, чуваки!